Леопарды России не страшны. Международный преступник, а по совместительству президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил о готовности террористической федерации ответить на многочисленные поставки западных танков Украине. Вы упомянули про другую технику, скажем, про танки. Знаем тоже об этом поджигатели. Планируют направить на Украину где-то 400 с лишним, 420 или 440 танков. Все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся тоже свыше 1600. 1600 танков за три года. У Кремля, видно, такие аппетиты немного поубавились. Ведь всего несколько дней назад бывший президент Федерации Дмитрий Медведев на встрече с журналистами обещал 1500 танков и не за три года, а всего за один. Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы истратим все. Вот бесконечные разговоры. Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы там полторы тысячи штук сделаем. Неужели Медведев своими данными о производстве дискредитирует самого президента? На деле все проще. Оба попросту врут. Дело в том, что в России серийное производство танков, например, Т-72 и Т-80, оно приостановлено было еще в 1998 году. Производство танков Т-90, серийное, было остановлено в 2011. На момент полномасштабного втружения в Украину Российская Федерация серийно не производила ни один из этих танков. Кремлевское производство танков – это никак не массовое производство новейших образцов тяжелой техники. Производство по-русски – это расконсервация и частичная модернизация советских образцов. Путин мог подразумевать, например, снятие с консервации и восстановление танков, которые находились на хранении десятки лет. Те же самые Т-72, Т-80, Т-90, ну и, конечно же, Т-62, Т-64, Т-54, Т-55. По сути, еще, которые были приняты на вооружение в 1946 году. Даже до начала полномасштабного вторжения за три года российский военно-промышленный комплекс не справился бы с производством 1600 танков. Российская армия ежегодно получала от военного промышленного комплекса условно новые танки в количестве от 160 до 300 единиц. Но опять-таки, почему условно новые? Потому что это были не произведенные абсолютно с нуля танки. Это были модернизированные Т-72 до уровня Б-3, Т-80 до уровня БВМ. На сегодняшний же день возможности российского ВПК существенно снизились. Санкции, изоляция и коррупция в Росармии сделали свое дело. С учетом возможности российского военно-промышленного комплекса по модернизации, которые сейчас в том числе и из-за санкций значительно сократились, они не смогут современную технику, более-менее современную, под которой я подразумеваю 72-ю, 80-ю и 90-ю модели, они не смогут так быстро не только восстанавливать, но и модернизировать. К примеру, недавно активно обсуждалось видео, на котором зафиксировано, как с Дальнего Востока России поездами на фронт переправляют расконсервированные танки Т-54 и Т-55. А вот, к примеру, как вместо производства новых танков российский ВПК в поте лица модернизирует танки Т-62. Параллельно выдавая это за небывалую победу. Вот какими-то танки поступают сюда для модернизации. Конечно, вид у них, мягко скажем, не очень приглядный, но то, что из них получается, вы уже увидите после этого. Надеюсь, мужики, рабочие, полный рост. С каждым днем войны Россия теряет все больше современных танков. Десятки, а то и сотни танков из 50-х уже на фронте. А сейчас же мы видим отправку на войну танков второй половины 40-х годов. И, возможно, уже в скором времени огромные потери вынудят Российскую Федерацию модернизировать и производить машины времен Второй мировой. Есть Т-34, есть Т-10, есть еще номенклатура, опять-таки, вооружения эпохи Второй мировой войны, 50-х годов. То есть пока еще рано весь этот предел их никчемности как таковой сбрасывать со счетов.